всем привет дорогие друзья у меня сегодня выходной проснулась сейчас позавтракала поставила кошкам гореть кошкам горю своему отбираю тоже мясо здесь курица вот хребты грудка была у школы мяса сколько здесь кошкам гаражным сейчас я макароны поставила варить еще макарошки отварим а у нас на улице мороз снега нет а знаете вчера какая-то была эта знаете вот такие как вот как и не вот на деревьях бывает и не у нас также вот прошила этим как и не ну короче вот так вот еще не ходила в гараж не кормила кошек время уже у нас пол одиннадцатого в общем не ходила еще даже душ только умолась ну потом пойду не хочу проснулся пока валял свалялся всю ночь андрей у меня бредовала все ночь куда-то я на разборке все шла где-то я его чё-то это пыталась поймать как будто у кого-то была свадьба у родственников у кого даже что-то не помню свадьба у родственников была и я как будто бы пошел на свадьбу да там напился представляете и какой-то с молодежью куда-то там поехал поехал как типа турбазы ой вот я давай ему звонить а он мне звонит и говорит наташа я не могу приехать ни одного такси туда ни одно такси не едет вот я такая хорошо сейчас я приеду дорогой гром баба сейчас приедет ноги-то повыдергает ох во сне я злая даже не плакала ну злая не знаю кто думал я ему сейчас устрою ой девчонки вот что только не приснится да ну нет такого чтобы я его ревновала например вот он сейчас работает там работе его не ревную но по молодости чего только не было ой и ревности все на свете я очень ливнивая конечно ой вот я говорю всю ночь я разборки чинила еще ему не не звонила не рассказывала раньше по молодости был помню проснешься мужик если вы минуту мужик муж если у меня во сне погуляет я терпеть не буду если только узнаю просто валяйте чё говорю вот так что-нибудь разговариваем я говорю я терпеть не буду если только узнаю просто вали на все четыре стороны а чё девчонки я говорю сейчас такой возраст вот я еще буду до ночами не сказать как у нас некоторые приходят вот клиенты рассказывают муж там гуляет вот 60 лет представляете он загулял ночами там где-то ей кто-то скажет он там она как я собираюсь иду поначалу ходила щадок плюнула вот одна женщина есть и по 70 лет она ходит он мне любит поддать и это говорит тоже так не сказали в гараже иди смотри там он с бабами с бабой какой-то ну в общем она говорит я расходил 2 а сейчас живем так найти у него вообще на пол шестого говорит уже не знаю как он там с этими бабами но я его застукал вот там он лежал вот ну это ладно и она говорит сейчас я уже не бегаю не бегаю пришел вон он в спальне живет говорит и отдельно уже не бегаю вот так это куда сейчас размениваться в таком возрасте поэтому я говорю ну может быть это а какой молодости было она говорит такой же всю жизнь нервы трепал прожили не дай бог я говорю в таком возрасте она горит у меня давление прет я горит ночами не сплю когда переживаю сейчас горит я уже спокойно уже живем как соседи не дай бог конечно все равно ты ждешь ну например заслышишь он заходит ночью как богом судья в общем вот так вот загулял мой мужик сейчас ему позвоню устроить ему звучку скажу ты там гуляешь пока работаешь а я здесь жду тебя верно а там еще вопросы были у нас где наташа скажите где работает андрей девчонки смотрите видео с работы у андрея он там все рассказывает поищите там есть где он машине сидит один там вот и даже эта превьюшка он сидит машине посмотрите он там рассказывает где он работает потому что одно и то же рассказывать знаете нашим зрителям будет неинтересно что я одно и то же рассказывают то что уже много раз рассказывала где андрей у нас работает вообще можете кобели я вам здесь болтаю болтаю представляете у меня закончилась память мне пришлось все переносить на компьютер вот сейчас переносла все на компьютер время уже 12 часов я пока перенесла на компьютер здесь позвонила катя сестра мы с ней ля-ля-ля и время уже вот сколько я кофе тебе налила уже остыла пока выгружала видео туда сейчас загружаю на цен видео тоже забросила вот уже два не выкладывала выкладывала вперед на youtube свое окошко ну а жила еще так и не ходил бардак здесь у меня в общем чего хотела сказать а болтала болтала про этот сон сейчас катя рассказала насмеется по шее ему не дала еще не отзвонился игры нет еще не отзвонил что он гулял достала рыбку красную себе сегодня приготовить хочу что в прошлый раз брала ой такая рыба девчонки обалдеть китас вот не она мне больше понравилась я ее в со этом соевом соусе приготовила посолила залила со своим соусом и чуть-чуть маслица она у меня как потушилась вы не представляете какая она вкусная девочки кто не ел купите киту очень интересно какая она соленая я даже не знаю такие кусочки вот такие кусочки но чуть-чуть лед конечно есть на ней но очень вкусная вообще и это как его этот судак тоже очень вкусный соевым соусом потушить это просто прелесть сейчас хочу сделать не помню есть у меня картошка нет хочу прям немножко картошечки отварить его с рыбкой приготовить себе такую вкусняшку буду готовить колбасу то я нашла колбаса была в машине у детей короче нам выкатилась там в этом багажнике не заметили вот что хочу сказать вам простуда девчонки продолжается ужасно все болеют все температурищи взрослые и дети дети вообще говорят пластом лежат клиента приходит вот одна пришла не на прошлый раз я вам говорила нет пришла клиентка говорит у меня дети одному 16 15 лет вот очень подростки такие хоть бы раз жизнь они так лежали бы пластом не в компьютере не играют обычно сидят горит не утащишь ни до чего не есть не хотят не пить заставляю их в общем вот так вот девчонки дети дети свалят в детей в общем лекарства скупают антибиотики противовирусные от температуры температура не сбивается 39 40 ничем не сбивается вызывают скорую колю тройчатку кошмар у меня до сих пор непонятно что в носу катя говорит может быть у тебя это герпес потому что отхаркиваю вот как бы слизь утром просыпать и там как кусочки какие-то отхаркиваются не знаю как вот не болячки но такой как бы неприятно как-то говорить но в общем слизь какая-то в носу до сих пор нос не болит да но до сих пор что-то в носу крови нет уже все прошло но вот как закладывает нос еще закладывает мне там писали наташа вредно что ли человеком говорила может быть один или два раза ренонормом я брызгала в нос когда на ночь вот у меня бывает на закладывать закладывает но я практически там один или два раза попользовалась так промывала нос морской солью этот аквам аквамастер ли что там у меня ой нет ой я уже убрала не помню в общем это ладно линакова по-моему у меня вот и горло полоскала вот дела где все вот так вот и спреями сосудосуживающими я пользуюсь крайне редко заболел сынок вчера все тело ломала звонили побежали сразу ингаверин купили гелангин марина загрю у меня от лейте съездить я на работе же была марина говорит да ладно маму я обычно так беру потому что нам много куда только целый флакон я отливаю детям она горки уже купила я говорю ну купили давайте лечитесь в общем вот так марина давно до этого у нее как бы тоже вот такой суховатый кашель вот но тело не ломало ничего и вот боюсь теперь еще василиса заболеет звоню сейчас трубку никто не брал может быть еще спят дети не знаю даже может не слышать все все болеют но вот так девчонки сейчас приберусь пойду в душ схожу кошек накормлю схожу потом в душ схожу надо будет сейчас буду готовить поставила картошку варить себе прям целую хочу сварить картофель и рыбка вот здесь просто посолила и перчиком посыпала черным перцем душистым душистый решила без соевого соуса хочу сейчас прямо в сковороде в масле обжарить обвалять в муке и поджарить в общем вот так вот решила сделать девчонки не знаешь уже чего готовить но вот эту рыбку в прошлый раз приготовила но соевым соусом теперь попробую обычным способом как она получится не знаю духовке не хочу запекать с овощами наделась еще на марафоне поэтому хочу просто поджарить мы посмотрим куски толстоватые даже знаете наверное надо было разрезать что-то мысля пришла только сейчас я как филе разрежу чтобы она лучше быстрее прожарилась не хочу посуду масла ну и все она лучше и прожариться кусочек представьте вот посолить ее красная рыба завтра пойду сегодня уже не пойду девчонки завтра пойду и это куплю еще сюда к наверно брать не буду вот красный войну уже раскалилась прям уже хорошо нажать вот эти бортики бумаги можете меньше делать смотрите чтобы они не загорелись то у меня в прошлый раз пыхнула прямо от этого бумага что аккуратнее а так удобно выбросила бумагу и все и сковорода практически чистая но вот когда масло ой когда бумага побольше то она получается прям в основном сковорода чистая это уже когда если бумаг бумаги ты оторвешь тогда на грязный получается это слегка огонь немножко прибавлю в этом году соленья как никогда не как одурила черри я помидор брала я делала черри эту шоуру делала себе на завтрак она мне снимала потому что это был завтрак на работу утром я не всегда снимаю мы же не все снимаем торопишься утром на работу пиком пиком и когда есть настроение здесь знаете все ладится и начинаешь снимать и хочется с удовольствием а когда вот не очень настроение то и не очень как бы и хочется поэтому думаю что встала быстренько все дела переделывала и на работу поскакала а завтракаю я уже на работе дома я не успеваю ну и утром не хочется практически есть ладно девчонки пока не буду тянуть время и так уже там замотал ролик длинный сейчас пожарится я вам скажу как она поджарилась хорошо или нет развалилась или нет вот именно мультета посмотрим хочу вам показать какая плита чистая когда жарится рыба вот такой вот бумаги пергаментной сковороде вообще девчонки я ничего не вытирала вообще не трогала но смотрите если где-то увидите ну это просто знаете бывает на спито я не вижу здесь где где вообще рыбка жарится просто изумительно судак пожарился тоже очень хорошо рыба не перемороженная вся хорошая девчонки так что не рекламы ну просто делюсь вот что купила вот в дубках вот видите рыба очень хорошая можно брать спокойно и не сомневаться нарезала себе лучку маслицем заправила душистым и капустка соленая вот такой у меня сейчас будет обед я уже уселась обедать думаю ну сейчас уже досниму видео и все буду есть хочу рыбку попробовать какая вкусная наверно девочки это просто чудо какая же она вкусная рыба вы знаете я честно говоря морскую рыбу вообще не люблю единственное что ела я сейчас скажу какую рыбу белорубица мне более-менее понравилось но ментай я ем из того что ему андрею готовим а вообще мне белорубица нравится ну нет вот это вот вкуснее кита какая же она вкусная знаете 450 рублей килограмм принципе нормально для такой рыбы очень вкусно девчонки вот так приготовьте если кто-то еще так не готовил киту я никогда не готовила пусть мне столько лет но я честно хочу сказать я ее никогда не ел не знаю очень вкусно лук люблю у меня андрей так любит лук с душистым растительным маслом картошку и еще молоком прихлёпку капуста которую солил андрей в общем девочки я ее тут раз посолила ушла на работу андрей говорит соков вообще практически не было вроде как был сначала я делала он дать практически нет он по своему рецепту уже добавил сюда еще соли немножко добавил воды она получилась такая вкусная ядрененькая хрустящая катя дала горюкать не знаю она прям кисленькая она говорит да я попробую она звонит говорит какая вкусная капуста андрей получается андрею говорю давай скажешь ты потому что многие спрашивали он говорит наташ я делаю все на глаз вот он умеет на глаз делать мне надо прям точно пропорцию но он делает вот так девчонки в общем не знаю заварила себе чаем ромашковый чай с мятой надо попить а то думаю уже у меня две чашки кофе было с утра время у нас 3 часа я уже две чашки кофе выпила ну вот так так что девчонки хочу вас поблагодарить за то что вы у меня есть за то что смотрите кто то и подписывается остается хотелось бы конечно побольше но что то как то плохо смотрю если вы нас лучше просмотрите посмотрите свои ну смотрю вот это как аналитику подписчики если больше смотрят за счет этого и подписывается больше людей смотрю когда вы плохо смотрите никто не подписывается ну он ютуб так не рекомендует наверное если вы смотрите он больше рекомендует в общем ладно ничего страшного ну чё ж теперь как есть так оно есть поэтому говорю и на этом спасибо ну все друзья желаю вам крепкого здоровья семейного благополучия берегите себя не болейте и всем нам мирного неба над головой ну все пока пока удачи вам дима м